Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередной обзор судебной практики по налогам, на этот раз за июнь 2021 года. Следует заметить, что в июне судебная коллегия не рассмотрела ни одного налогового дела. И это, конечно, разительно отличает июнь от мая, когда было рассмотрено целых 6 налоговых дел судебной коллегии. Несмотря на то, что судебная коллегия в июне была пассивна, было достаточно много интересных выводов в отказных определениях судей Верховного Суда. И следует заметить, что многие эти выводы были в пользу налогоплательщиков. И об этих делах хотелось бы поговорить. Первое дело – это дело Химпром, в котором был сформулирован интересный подход о том, что в том случае, если выездная налоговая проверка проводилась по месту нахождения налогоплательщика и при этом налогоплательщик предоставил сотрудникам налогового органа доступ к документации, а также к программе 1С, то нельзя делать вывод о том, что налогоплательщик не представил какие-либо документы. Соответственно, и привлечение к ответственности за непредставление документов по статье 126 НК является необоснованным. Вообще, следует заметить, что такой вывод и подход судов, он не новый. И ранее в судебной практике такие выводы встречались, хотя и не часто. Самая большая проблема в таких делах – это установить, какие все-таки документы передавал налогоплательщик в рамках выездной налоговой проверки сотрудникам налоговых органов на территории налогоплательщика. То есть, в данном случае налогоплательщикам необходимо достаточно четко документально зафиксировать объем и перечень документов. И в этом случае можно надеяться на успех в такого рода спорах. Следующее дело, оно также связано с проблемой непредставления документов. Это дело Эталу. И в данном деле был сделан вывод о том, что формулировка в требовании о представлении документов представить договор уступки прав требования за 2016-2018 год, такая формулировка является неясной. А значит, и привлечение к ответственности по статье 126 НК не обосновано. Следующее дело связано с определением налоговых обязательств по НДФЛ в отношении лица, которое занималось предпринимательской деятельностью. Ну, в данном случае речь идет об индивидуальном предпринимателе Черенышове. В данном деле суды пришли к выводу о том, что отсутствие у лица статуса индивидуального предпринимателя при условии, что он фактически занимается предпринимательской деятельностью, не исключает учета фактически понесенных и документально подтвержденных расходов. То есть, иначе говоря, налоговые органы не имеют права определять обязательства по НДФЛ в такой ситуации исключительно на основании доходов. Соответственно, было признано, что налоговый орган неправильно определил налоговые обязательства лица. Но вообще следует заметить, что этот вывод, он не новый, и он ранее встречался в судебной практике. Более того, Федеральная налоговая служба такой вывод поддерживает, поскольку в обзоре практики высших судов в начале апреля Федеральная налоговая служба, сославшись на один из таких судебных актов, указала на необходимость использовать такой акт и такой вывод в работе ниже стоящих судов. И здесь интересно то, что в деле Чернышев налоговый орган обратился в Верховный суд уже после обзора ФНС России. А это интересно, потому что обращение ниже стоящих налоговых органов в Верховный суд, оно должно быть согласовано с Федеральной налоговой службой. И, соответственно, возникает вопрос, все-таки Федеральная налоговая служба поддерживает возможность учета расходов у лица, которое занимается предпринимательской деятельностью, но не зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, либо все-таки не поддерживает. В любом случае налогоподельщикам необходимо принять во внимание выводы, которые были приведены в настоящем обзоре, и использовать их в своей деятельности. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч!